Добрый день, дорогие друзья! Давайте проверим изображение, звук, отлично! Я приветствую вас сегодня на нашем топ-вебинаре. И сегодня мы с вами продолжим тему, недавно начатую к пристальному изучению, тему молодежи, а именно поколения миллениалов. Эта тема на сегодняшний день очень актуальна. Мы с вами на прошлом вебинаре говорили о том, что сейчас умение понимать и работать с молодежью примерно так же актуально, как еще несколько лет назад к нам пришел так называемый онлайн. И те, кто приняли эту тему и увидели перспективу, начали с ней работать, они использовали самую сильную сторону этого момента. Да, те, кто чуть попозже подключились, они были чуть менее эффективны. Но чем отличается принципиально сама тема молодежи от приведенного примера? Дело в том, что независимо от вашего желания, хотите ли вы, близка ли вам молодежь или далека, это поколение в любом случае придет, оно будет, и оно в самом ближайшем будущем займет большую часть населения, которое тратит деньги. Поэтому независимо от того, нравится ли вам миллениалы или не нравятся, понимаете вы их или нет, они все равно будут. Поэтому в наших с вами интересах уже сейчас научиться с ними взаимодействовать, с ними разговаривать на одном языке. Поэтому давайте мы с вами продолжим эту тему. Ну и сегодня мы с вами посмотрим на миллениалов немножечко, скажем так, с двух сторон. Мы поговорим с ними о них, как о потребителях, как о наших клиентах, и о наших возможных бизнес-партнерах. Я не буду долго останавливаться, потому что, в принципе, эта тема является лаконичным продолжением предыдущего вебинара. Я думаю, что многие его видели, если нет, посмотрите, потому что действительно это помогает понимать молодежь, и можно увидеть свои ошибки, которые мы допускаем в общении с этими поколениями. Также не буду останавливаться на вообще теории поколений, потому что об этом подробно мы говорили. Но миллениалы, если вкратце, это те люди, которые сейчас находятся в возрасте плюс-минус 20-31-32 плюс-минус лет. Но здесь также важно понимать, что на формирование человека, то есть на его отношение к какому-то поколению, очень сильно влияет, первое, его семья, в которой он родился, то есть насколько к какому поколению относятся его родители. И второе, насколько далеко от мегаполиса этот человек был рожден. Поэтому теория поколения, она не четко дифференцирует людей по дате рождения. Здесь еще важно учитывать и эти факторы. Вот поэтому, друзья, посмотрите, разберитесь, действительно, нам нужно уметь общаться и понимать этих людей. А что нового о миллениалах на сегодняшний день я нашла? Ну, во-первых, миллениалы – это люди, которые сейчас не доверяют традиционной рекламе, они умеют от нее абстрагироваться, и при этом для них огромное значение имеет доверие к бренду, доверие к компании. Здесь на первый план выходит их желание общаться с реальными людьми. То есть здесь мы как консультанты компании, как посланники бренда выходим на первый план, и это как раз то, что хотят миллениалы, потому что они любят индивидуальный подход, и они любят, когда с ними общаются живые люди напрямую. При этом для миллениалов большое значение играют бонусные программы и программы лояльности. То есть как раз наш премьер-клуб – это то предложение, которое позволит миллениалам чувствовать принадлежность к своей какой-то особой закрытой группе, потому что всячески подчеркивать статусность вид для миллениалов – это прям очень важно. Как еще можно сформировать и создать лояльность у этого поколения? Максимально возможно использовать геймификацию везде, где вы можете превратить процесс в игру, миллениалы будут с вами. То есть различные квесты, баттлы, соревновательные элементы – вот это как раз и то, что нужно для того, чтобы их заинтересовать и удержать. Создаем ощущение уровня VIP, при этом стараемся использовать все каналы коммуникации, которые используют миллениалы, а это социальные сети и мессенджеры, и всегда помним о том, что это поколение не любит принимать телефонные звонки, потому что они чувствуют, что вы как бы навязываете им то время, когда с вами они будут общаться, а они любят сами выбирать, когда и с кем вам разговаривать. Но при этом они любят, когда на их вопросы очень быстро и четко отвечают, поэтому социальные сети и мессенджеры – это просто must-have в общении с этим поколением. Нам необходимо будить всегда интерес этого поколения к продукту и бренду, и различные ограниченные выпуски и шум вокруг какого-то продукта и бренда – это как раз то, что привлекает внимание этого поколения. Поэтому если вы видите в каталоге какой-то ограниченный выпуск, перезапуск, новинку, это как раз то сообщение, с которым нужно идти к миллениалам. Причем, как вариант, вы можете сами объединять группы продуктов в один набор, потому что именно комплексная тема – это как раз то, что нужно миллениалам. И вот здесь наш комплексный подход к красоте и наши наборы LifePlus. Вы можете, в принципе, их объединить в какую-то тему абсолютной красоты. Это как раз то, что им интересно, потому что они любят такие продукты со смыслом, такие объемные понятия. Как создаем лояльность миллениалов? Основная сила, которая провоцирует миллениалов принять решение о присоединении или о приобретении – это рекомендации. Вот, рекомендация – это самый влиятельный рекламный канал для этого поколения, причем рекомендация живых людей, в идеале, если это будут рекомендации знакомых. При этом очень интересно, вот лично для меня, да, то, что миллениалы не лидируют в списке тех людей, которые делают покупки онлайн. Они в данном случае вполне себе конкурируют, точнее, с ними конкурируют иксы очень успешно, тем более в последнее время они все больше и больше в онлайн-пространство ходят, поэтому миллениалы, они, наоборот, любят чуть больше живого общения, они ходят в магазины, чтобы пощупать этот продукт, ну, потом, возможно, покупают его онлайн. Поэтому демонстрация продукта, различные мастер-классы, вот это как раз то, что им нужно, они любят знакомиться с продуктом вживую. Так как основной рекламный канал для миллениалов – это все-таки рекомендация, то старайтесь привлекать миллениалов для создания этого контента, для того, чтобы они делали обзоры продуктов или как они применяют их результатами, хвалились. Это очень важно, потому что у них происходит переопыление в этот момент, потому что миллениалы подсматривают друг за другом, и они всегда интересуются тем, что используют, что делают их, скажем так, люди из их поколения. Поэтому если вы привлечете их в создание контента, то они вам помогут распространять эту информацию. Также стоит отметить, что миллениалы менее расположены по покупкам в кредит. Возможно, это связано с тем, что это еще довольно молодые люди, и они не успели ощутить всю прелесть кредита. И при этом стоит отметить, что они очень любят предоплаченные подарочные карты. Вот поэтому, и причем это на самом деле интересная тема, и не только для работы с миллениалами. Может быть, есть смысл, какие-то подарочные карты вроде в магазинах бытовой техники или посуды дают. Вот какие-то, может быть, наподобие темы организовать, потому что им это очень нравится, и это, в принципе, очень удобно. Давайте посмотрим, как миллениалы принимают решение о покупке. Вот здесь тоже обратите внимание на верхний график. Большая часть их решения о покупке принимается именно в живом магазине, то есть в офлайн-магазине. Они приходят, смотрят, трогают, им это нравится, и они таким образом задействуют свои тактильные ощущения. Вот это как раз люди, которые через эмоции принимают решение. Также большая доля – это разговор о продукте с друзьями. То есть не взять напрямую разговор, это может быть также подсмотренная в социальной сети информация, она тоже сюда включается. Ну и самое сильное, что на них влияет, это когда они видят своего друга с этим продуктом. И вот здесь уже включается такая, знаете, нативная реклама, то есть не напрямую мы демонстрируем, что вот продукт, я про него рассказываю, а именно такой очень тонкий, очень легкий намек. Поэтому я думаю, что силу рекомендаций для этого поколения мы с вами уже можем оценить. Что еще здесь стоит отметить? Ну, на нижнем графике мы понимаем, что для того, чтобы понять решение о совершении покупки, все-таки большая часть людей, прежде чем сделать выбор, они все-таки обращаются за отзывами в интернет. Поэтому здесь миллениалы, которые нам будут писать эти отзывы, нам очень помогут. Ну и в принципе любые поколения, они сейчас уже, делая покупки через интернет, в первую очередь обращаются за отзывами. Поэтому пишите с удовольствием отзывы сами позитивные, пускай вся ваша команда эти отзывы пишет, потому что на основании них у нас принимается решение о покупке. 47% посещают веб-сайт компании, там на официальном сайте тоже стоит писать отзывы о продуктах, потому что они помогают нам продвигать продукт. Ну и давайте на этом графике обратим внимание на те 10 пунктов, которые в первую очередь привлекают внимание клиентов при выборе компании или бренда, которому они дадут предпочтение. В тройке лидеров у нас это отличная поддержка клиентов, поэтому когда мы говорим о компании, мы всегда акцентируем на том, что мы оказываем сервис мирового уровня, и это будет действительно сильным стимулом, причем для представителей абсолютно всех активных на сегодняшний день поколений, и бэби-бумеров, и иксов, и миллениалов. А на втором месте у нас стоят эксклюзивные предложения для участников, но здесь мы можем предложить в нашу программу «Премьер-клуб», это очень сильно интересное предложение. И на третьем месте это программа «Лояльность», но здесь у нас всегда много интересных предложений, поэтому в принципе мы актуальны. В подсрочниках презентации у вас будет расшифровка всей таблицы, вы подробности посмотрите. Нам важно понимать этот аспект, на который мы можем подцепить наших клиентов, потребителей и сформировать их «Лояльность». Теперь давайте посмотрим на миллениалов немножко с другого ракурса, то есть как мы с ними взаимодействуем, если мы работаем с ними как с нашими бизнес-партнерами. Всегда стараемся продвигать в команде тему «ЗОЖ». Миллениалы – это то поколение, которое на этой теме очень и очень, скажем так, сидят крепко, потому что это идеология этого поколения, поэтому очень важно в команде поощрять и культивировать здоровый образ жизни, причем вы должны сами быть примером, о чем мы всегда говорим, сами потреблять, причем ваше личное потребление продукта и ведение здорового образа жизни – это является, опять же, нативной рекламой для вашей команды, поэтому «ЗОЖ», «ЗОЖ», «Красная линия» идет всегда и в команде, это должно быть, должно культивироваться, и тогда эти люди будут с вами, потому что это очень близкая им идея. Если мы говорим о работе в команде, миллениалы любят, когда в процессе работы у них присутствует комфорт максимальный, они очень предрасположены к стилю casual, им очень важно удобство в любом его проявлении, и дресс-код всегда должен быть соответствующим, поэтому здесь различного рода джинс-пати – это очень актуальная тема, потому что они любят тусоваться в таких очень комфортных для себя вещах обстановках. Поддерживать командный дух мы не используем в работе с миллениалами, но мы уже об этом говорили в прошлом вебинаре, мы не используем типичную иерархию, у нас нет такого понятия в работе с ними, там «я начальник, ты дурак», это совершенно с миллениалами не работает, поэтому очень важно поддерживать именно командный дух и стараться максимально уравнять людей в команде, то есть жесткие иерархии не выстраивать. Хорошо с ними работает тема создания искусственного спроса, на какой-то продукт или идею, они в этом чувствуют какое-то випотношение. Очень важно в работе с миллениалами вызывать у них симпатию. В принципе, важно быть симпатичным человеком другим людям, потому что все равно люди поневоле начинают присматриваться к людям, которые им приятны, вот поэтому старайтесь налаживать отношения и быть приятным человеком, потому что для миллениалов это особенно важно, это эмоционально окрашенные взаимоотношения. А если вы миллениалами управляете, то делайте это в стиле коучинга, то есть наставничества, то есть постарайтесь их подводить к их решениям самостоятельно, всегда аргументируйте то, что вы им говорите, потому что с ними бесполезно использовать формулировки, потому что гладиолус, они этого не понимают, им необходима абсолютно аргументация любого действия, которое им предстоит сделать. Вот в идеале, если они сами проговорят задачу вслух и сами проговорят, как они видят решение этого вопроса. С вашей стороны обязательно нужна поддержка, потому что это поколение, наверное, одно из всех, которые больше всего в ней нуждаются. Поэтому нужно быть всегда на подхвате, но не мешать и не давить, потому что помним, что иерархия с ними не работает. Гибкость, мобильность и выбор – это девиз этого поколения. Они очень энергичны, очень стремительны, и вам необходимо быть с ними такими же и не воспринимать, что такие все новые, потому что они живут на высокой скорости, и необходимо эту скорость, если не поддерживать, то хотя бы принимать и стараться соответствовать. Баланс работы и личной жизни не означает четкого разделения жизни на части. Это поколение, которое живет на работе, работает в жизни, то есть у них нет четких границ, дом-работа, поэтому по возможности старайтесь им предоставить условия для того, чтобы они могли совмещать это, потому что для них это наиболее комфортный способ существования. Дайте им возможность, даже, знаете как, невозможность, дайте им обстановку, где они смогут реализовать свою потребность попытаться изменить мир вокруг себя. Это очень социально ориентированное поколение, хоть они и не сбиваются в стайки, не сбиваются в кучи. Это поколение, которое на здоровую планету, и всячески вложить хотя бы какой-то вклад в это дело. Поэтому, если у вас есть возможность их привлечь, какие-то социальные проекты, может быть, благотворительные, вот как раз они это очень оценят, потому что они любят вносить смысл более глубокий, чем зарабатывание денег во все, что они делают. И отлично работают в этом контексте различные сообщества по продвижению здорового образа жизни, оздоровления нации, потому что ЗОЖ, мы помним, это вообще их флаг этого поколения, поэтому ЗОЖ идет красной нитью через все инструменты, которыми мы с миллениалами работаем. Для того, чтобы вы понимали, что если вы работаете с миллениалом как с вашим бизнес-партнером, вы должны понимать, что это поколение, оно немножко отличается от иксов, сильно отличается от бэби-бумеров, это не то поколение, у которого есть начальники и авторитеты. Вот история из жизни, то есть рекрутеру дали задание найти двух студентов, одного на дневную рабочую неделю, но всего 4 часа в день, второго на только выходные, всего на 2 часа вечера. Причем обязанности этих двух студентов входило это сидение в постовом офисе, потому что там, это больше такая хранительная функция, там порядка 5-7 звонков в день и только в рабочее время, то есть только когда они сидят на работе, обновлять социальные сети, без фанатизма, и оказывать посильную помощь шефу, какую-то элементарную, нести кофе, или бумагу распечатать. Рекрутерам что было сделано? Было отсмотрено более 100 резюме миллениалов, по возрастному признаку, дополнительно было сделано еще 80 звонков по объявлению, было назначено собеседование по итогам 28 людям. Что в итоге? На собеседование, вот на эти шоколадные условия, а там была неплохая такая зарплата для студента, пришло 6 человек, 9 опоздали в пределах одного часа, один пришел на 3 часа позже, один пришел через 2 суток, остальные не пришли вообще. Вот это нужно понимать, да, вот их позицию, взгляд на жизнь, и всегда работать с миллениалами, делать и поправку на ветер, и в идеале, если вы на любые задания, которые даете миллениалам, имеете такую, знаете, поддержку в лице участника поколения Х, который сможет вас, если что, подхватить. Да, они такие друзья, и ничего с этим не сделать, мы можем, единственное, что сделать, это просто понять их, принять и научиться с этим жить, потому что, независимо от нашего желания, это поколение все равно, оно существует, и оно останется, и оно становится все более и более активным, и становится все больше. Но для того, чтобы заглядывать еще дальше в будущее, мы должны с вами понимать, что на смену поколения миллениалов у нас придет поколение следующее, это очень загадочное поколение, которое на сегодняшний день еще не сформировалось окончательно, потому что это еще подрастающее поколение, часть из них находится в пубертатном возрасте, когда происходит становление, так называемое поколение центинялов. Давайте посмотрим, чем они отличаются от других поколений, и что нас ждет в самом отдаленном будущем. Это абсолютно цифровое поколение, которое живет в интернете и не делит мир на цифру и на реальность, потому что они плавно перетекают с одного в другое, своего рода матрица. У них на каждый шаг есть свое приложение, они всегда с головой в смартфоне, и просто они выросли в таких условиях, и это тоже нужно понимать. На них очень сильно повлияли технологии, они очень любят социальные сети, но причем интересно, они любят там участвовать анонимно. А это поколение, которым все равно, кто их оппонент, где он родился, какой он расы, пола, возраста и предпочтений, это самое, наверное, терпимое и толерантное поколение, которое растет. И у них абсолютный блок на рекламу, на них не действуют плакаты и баннеры. Если вы хотите быть интересны этому поколению, вам нужны короткие видеоролики, и какая-то в них заложенная тема, не дольше 30 секунд, потому что это поколение читать не любит, они предпочитают это воспринимать все через визуальный ряд. Причем по некоторым данным возможность фокусировки внимания этого поколения на одном каком-то вопросе занимает 8 секунд, да, все, 8 секунд, если вы не уложили все свои информации, вы потеряли циндиниала, поэтому здесь нужно быть очень конкретными и очень сжатыми, воду они не любят. Они очень неглупые товарищи, хоть нам и может показаться, что они скачут с одного на другого, но просто у них такой образ мышления, потому что они представляют себе жизнь, они представляют себе информацию, как, знаете, страницу в Википедии с огромным количеством ссылок. Они могут изучать какой-то один вопрос, они постоянно, изучая один вопрос, проходят по этим ссылкам, изучают что-то еще дополнительное, то есть они такую составляют 3D-картинку мира, вот, и они очень быстро принимают решения, они очень динамичны, и поэтому нельзя считать их, знаете, невнимательными людьми, просто у них немножко другой способ восприятия информации. При этом они, как мы уже говорили, предпочитают видеоконтент, они очень много общаются различными смайлами, картинками, эмодзи, вот, поэтому если вы хотите быть, ну, что-то сообщить этому поколению, инфографика – это ваше все, потому что много букв и много текстов, это не их формат. Также центиньалы очень ценят безопасность, да, любое, ну, все, что даст им это ощущение, это вот как раз то, что им нужно, потому что поколение росло и рождалось в эпоху процветания терроризма, поэтому центиньалы любят и хотят все, что может дать им ощущение стабильности. Среди них модно быть минималистами, и так как, чтобы быть минималистом, нужны мало, но очень хороших вещей, они не любят одноразовые вещи, да, не любят покупать что-то, может быть, подороже, но качественное то, что подслужит долго. Что особенно приятно, это не бунтующие подростки, это очень осознанные, такие глубоко мыслящие люди растут, да, это очень радостно на самом деле, они будут убивать себя курением и алкоголем, они очень относятся ответственно к себе самим, да, но при этом интересно, они большую часть своего питания все-таки получают в фастфуде, но это связано больше с тем, что они не могут тратить много времени на приготовление домашней еды, и им гораздо проще пойти перекусить каким-то гамбургером, чем пойти готовить себе еду. Вот, и наша с вами задача, друзья, с нашими продуктами, на приготовление которых совершенно не нужно тратить время, научиться рассказывать об этих продуктах и об этом преимуществе этому поколению так, чтобы они понимали, что им достаточно просто залить горячей водой суп или размешать с молоком коктейль, они получают полноценное питание, им не нужно себя травить. Причем вот прям включаем вот это сообщение, то, что вы будете вести здоровый образ жизни, при этом совершенно не тратив на это много времени. Вот, поэтому как раз им это тоже актуально, и мы здесь с вами можем сделать им отличное предложение. С ними можно наладить контакт, хоть и это довольно сложно, потому что за ними угнаться очень тяжело. Вот, поэтому нам нужно все делать быстро, все визуализировать, все облекать в картинке и быть с ними на волне. Также они не реагируют на обычную рекламу, им нужна вирусная реклама и индивидуальный подход. Но мы стараемся всегда выделяться, потому что обычные инструменты с ними не работают. Используем каналы коммуникации, которые используют они, да, так как в основном они сидят в интернете круглосутки, то здесь такие мессенджеры наподобие телеграмм как раз будут самыми актуальными. Вот, нам необходимо учиться с ними работать и их понимать, потому что это поколение, которое уже вот-вот на подходе, а многие из них уже начинают тратить свои деньги, а при этом мы помним, что это поколение не, скажем так, не стремится, да, покупать дешевое много, они лучше купят мало, потому что они минималисты, да, но подороже и покачественнее. Вот, поэтому наше сообщение о наших продуктах с высочайшим качеством в доступной цене будут как раз для них очень актуальны в самое-самое ближайшее время. Ну, это два самых таких интересных поколения, да, вот миллениалы, которые на сегодняшний день очень активны, и Z, которые их поджимают. Давайте посмотрим мы как компания, что можем на сегодняшний день им предложить для того, чтобы они были с нами, чтобы им было с нами интересно, чтобы они могли удовлетворить все свои потребности, да, как миллениалы потребности в том, что их всегда хвалили, и чтобы их всегда любили и поддерживали, и Z, чтобы они могли социально выразиться и возможность изменить мир к лучшему. Что мы можем им предложить? Ну, у нас есть, у нас как у компании есть четкое понимание вектора движения, мы понимаем, кто мы, что мы, в чем мы сильны, и кем мы хотим быть в самое ближайшее время, да, то есть мы понимаем, куда мы движемся. У нас наш бренд надежный, прозрачный и сильный, это тоже очень мощное предложение, особенно для Z, в котором нужна стабильность. Может быть, для миллениалов это не так важно, потому что это поколение без авторитетов, да, и, может быть, наши 50 лет не так важны, но вот Z это будет очень принципиально. Возможность совмещения бизнеса и свободы, это для обеих поколений очень важно. Возможность путешествовать в кругу динамышленников, это просто, наверное, во главе угла наших предложений для вот этих поколений. Возможность получения бесконечного количества впечатлений, драйва и эмоций, это вот как раз та валюта, которая, в принципе, оценивает жизнь эти два поколения, да, если нет эмоций и драйва, то они даже не будут рассматривать ваши предложения, потому что, если вы помните, с прошлого вебинара они с гораздо большей долей вероятности откажутся от повышения должности с подзребавкой в зарплате, если у них забрать, допустим, возможность путешествовать и общаться с интересной им тусовкой, да, им гораздо важнее именно эмоциональная сторона бизнеса. Наши мероприятия и конференции, направленные на молодежь, тоже отличное предложение как раз все то, что они любят, а наши сообщества как раз тоже очень актуальны для них, потому что и социальные сети, по сути, и есть сообщества, в которых они постоянно находятся и хотят там быть. ЗОЖ во всех его проявлениях, это вот как раз очень важная тема для обеих этих поколений, ну и для ИКСов, которые сейчас, скажем так, уже находятся во второй половине своей активной фазы, и если сейчас их подхватить, они смогут эту фазу продлить еще очень и очень долго. Вот поэтому тема ЗОЖ у нас вообще сейчас должна быть просто во главе угла. А поддержка и наставничество очень важно для поколений миллениалов и ЗЭТов, и неограниченные возможности как раз для вот этих представителей, этих поколений, которые не имеют таких границ в голове, да, в душе и в характере, как, может быть, имели представители других поколений, очень актуальны. Ну и давайте посмотрим мероприятия, какие мы предлагаем, активности мы предлагаем для этих поколений. Ну, конечно же, наши потрясающие конференции менеджеров, где участники конференции могут получить невероятные ощущения, невероятные эмоции, да, вот все вы помните, как здорово было выпускать шарики на конференции в Египте, какое невероятное впечатление это произвело. Как раз та самая валюта, которая оценивает жизнь миллениалы и ЗЭТы. Конференция в Болгарии нас ждет, мы уверены, что она тоже принесет нам не меньше эмоций. А также мы, как компания, понимаем потребность этих поколений в получении информации в визуальных рядах, да, в коротких видео. И у нас есть отличные видеоролики о компании, очень коротенькие, очень емкие, интересные. В подстрочниках есть ссылка на все эти видео. Также у нас действует на сегодняшний день молодежный сайт, который называется «Твой старт», который позволяет показать людям, которые еще не в компании, тот уровень жизни и те возможности, которые мы предлагаем. Причем этот сайт разговаривает с молодыми людьми на языке, который им понятен и близок. Поэтому тоже отличная возможность для того, чтобы привлечь новых миллениалов из ЗЭТов к нам. Также у нас действует канал с Телеграм, который называется «Твой старт». Ссылочка на этот канал есть в подстрочнике. Тоже интересный такой контент в таком интересном формате. Посмотрите, действительно есть штуки, которые заинтересуют наших миллениалов. Совсем недавно у нас прошла молодежная автопатия, которая состоялась после мегафорума в Москве, где наши миллениалы смогли посмотреть немножко под другим углом на нашу компанию, на наше руководство. Также наши лидеры проводят потрясающие мероприятия, которые действительно настолько близки духу и идее миллениалов, что я думаю, что у нас проблем с молодыми лидерами не будет совершенно. Вот Катя, Виталий и Косицыны проводят отличные клубные вечеринки, где даже только одно приглашение на эту вечеринку уже просто не оставляет шансов, чтобы на этой вечеринке не побывать. Вот команда продвижения, тоже интересный вариант джинс-пати. Здесь задействованы все органы чувств этих поколений, да, и возможность прийти на вечеринку в удобной тебе одежды и получить какие-то невероятные эмоции, потусоваться в кругу единомышленников. То есть вот как раз все, что любят и цельных миллениалы, все, пожалуйста, в одном флаконе. Выездные семинары, опять же, да, обучение в формате не офисной работы, обычно с 10 до 6, да, не сидим, пишем на листочках, а именно вот такое какие-то действия, которые позволяют получить новый опыт, да, новых впечатлений и удовольствие от общения. Также очень популярные групповые тренировки, тему ЗОЖ, мы помним, да, сейчас очень востребована, и различные беговые флешмобы. Вот эти варианты мероприятий я взяла из чата «Лето.лайв». Если вы задумались, какое мероприятие вам провести для молодежи, сделайте проще. Зайдите в чат «Лето.лайв» и в поисковике забейте слово «молодежь», и вам выдаст там огромное количество идей мероприятий в этом чате, которое уже было проведено, и вы сможете для себя однозначно выбрать что-то, потому что, ну, мы помним, да, нравится нам, не нравится, но молодежь, она есть, и это все больше и больше ее к нам приходит, и мы не можем от них абстрагироваться. Также здорово работают различные активности на городских молодежных мероприятиях. Вот недавно прошел День молодежи, где наши лидеры участвовали, да, они там проводили различные активности, ну, может быть, выступали еще спонсорами, да, тоже очень такой интересный формат, подарочный, возможность подарить продукт, там же, где им линялы его потрогают, попробуют, мы помним, да, что они любят демонстрацию продуктов, любят тестировать, поэтому наши промостойки с продуктами, с тестированием ароматов – это как раз то, что нужно. У нас очень много вариантов мероприятий в рамках проекта «Лето лайф». Вот тоже здесь нашла интересные афиши, которые также задействуют все органы чувств миллениалов в программе развлекательной зоны, а также зона отдыха, да, то есть релакс, вот как раз то, что любят наши молодежь. Различные элементы квеста, различные возможности чему-то научиться, потому что миллениалы и за это очень любят обучаться, да, особенно в игровой форме. То есть вот все, что хотят и любят миллениалы, все это есть. А наша крутейшая тема – танцевальный марафон или «Лето лайф», а кто вдруг еще не опробовал эту тему, попробуйте. Сейчас это очень модно, сейчас это очень популярно, сейчас лето в конце концов, то есть, ну, просто все для того, чтобы эти мероприятия проводились. Покажите, что с вами весело, покажите, что вы команда, у вас есть какая-то идея, да, что вы хотите сделать планету здоровее, лучше и веселее, то есть дайте им возможность изменить этот мир к лучшему, и они к вам потянутся, потому что мы помним, что они очень любят социальный элемент в команде, да, то есть не просто бизнес ради бизнеса, а именно была какая-то идея. Вот пример тематического форума с элементами игры обучения, да, тоже очень интересный формат, все как любят миллениалы и возможность получить какие-то новые навыки, но при этом не сидеть в душном офисе, а общаться и получать удовольствие. Квест-фестивали, да, одно только слово квест уже цепляет миллениала, потому что где квест, там они, причем здесь все очень актуальные трендовые темы, это уход за кожей лица и фитнес, да, то есть здоровый образ жизни и правильное питание, опять же танцы и какие-то различные детские активности, что позволяет расширить круг участников, включать туда молодых мамочек в декрете, которым, да, этого всего не хватает. Вот, поэтому вот такие активности сейчас как раз очень популярны. Турниры по мафии тоже интересная тема, потому что, ну, здесь в чистом виде геймизация, вот, пожалуйста, используйте это очень популярная игра и позволяет узнать друг друга получше. И много-много-много других интересных вариантов мероприятий существует. Я уверена, что у каждого из вас есть свои какие-то идеи мероприятий, и у нас впереди еще больше, чуть-чуть больше половины лета, и в наших с вами силах использовать это лето на всю катушку, поэтому я желаю вам проводить мероприятия не только для миллениалов и сентиметров, наши иксы тоже очень активное поколение, которое тоже любит выйти на улицу и покуражиться, и бэби-бумеры наши тоже сейчас находятся на улице по пути на дачу, да, и обратно. Поэтому давайте, друзья, выходить в люди, давайте общаться, потому что проект Лета Лайв сейчас как раз то, что нужно, то, что актуально и то, что работает. Вот, хотим мы с вами или не хотим, молодежь, она нас окружает, и все будет больше и больше, поэтому давайте учиться их понимать, слышать, и тогда у нас с вами будет очень стабильный, долгосрочный бизнес. Желаю вам всем очень активной второй половины лета, вот, желаю вам много-много рекрутов с отличной конверсией. Успехов всем, до скорых встреч, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok